В Донецком республиканском академическом театре «Кукол» состоялось закрытие 82-го театрального сезона. Для самых маленьких зрителей был представлен спектакль под названием «Гусенок», который подарил малышам яркие впечатления и позволил окунуться в настоящую сказку. Это благотворительный показ, это санатории сердечно-сосудистых заболеваний Калининского района, дети Куйбышевского района, дети многодетных семей. И это у нас уже традиция и пролетарский район, центр психологического восстановления. Это традиция, мы приглашаем детей именно этих на все наши премьеры. Почему я взял именно эту сказку? Потому что это классика. И с этой классики нужно начинать воспитывать нашего подрастающего поколения. Почему подрастающего? Потому что этот спектакль, он рассчитан на самого маленького зрителя. То есть 3, 4, 5, 6 лет могут приходить и смотреть этот великолепный спектакль. Почему? Потому что тут начинается с азов. Слушается, что можно, что нельзя, что можно, что нельзя. Я, как обычно родители говорят, папа, мама, бабушка воспитывают маленького ребенка у себя дома, да? Они говорят там, это нельзя, пойди помой руки, это не трогай все. Так и тут, про непослушного гусенка. А что с ним произойдет, ребята увидят, когда придут к нам на спектакль. Малышам гусенок Дорофей очень понравился. Они с удовольствием участвовали в диалоге с актерами, смеялись и хлопали в ладоши, чтобы поддержать сказочного героя. Здравствуй, здравствуй, мой Дорофеечек. Поздоровайся с ребятами. Да, да, да. Дорофей. Да, да, да. Ребят, а он стесняется. А давайте попросим Дорофея, а? Давайте. Давайте. Мы пойдем, пойдем в леса, мы найдем тебя, леса. Запомнили, ребята? Да. И четыре. Мы пойдем, пойдем в леса, мы найдем тебя, леса. Спектакль окончился, и ребята охотно делились впечатлениями. Дети, нравится вам? Да. Мы на спектакле посмотрели, принимали участие в утреннике, да? Расскажите мне, как вам гусенок, хорошо себя вел? Да. Нет. Нет? Нет. Да. А что он плохого делал? Он слушался взрослым. Не слушался взрослых он. А надо слушаться? Да. А вы слушаетесь? Да. Несмотря на военное положение, этот театральный сезон был очень насыщенным. Таким же ярким обещают быть и следующие, которые наступят уже в сентябре. Для детей готовится спектакль «Щи из топора» по русской народной сказке, новогодние представления, а также гастроли в Курск, Орел и Белгород. Кристина Крымова, Виктор Каранадзе, Новороссия ТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!